Всем привет, ребята! Последнее время Microsoft очень часто нас стало радовать обновлениями, особенно для любителей Insider Preview. И совсем недавно, в конце сентября, у нас вышло новое обновление Insider Preview, Bile 25211, прилиз. 25211 принесла нам немножко новых функций, но, как обычно, некоторые из них временные и доступны не всем, а лишь узкому кругу лиц, которые могут просмотреть эти обновления. Кстати, говорю, что это поправимо. Мы можем включать эти новые функции у себя на компьютере, установив последнее обновление. И делать это можно с помощью приложения ViewTool. Для этого я выпущу отдельный ролик, наверное, сегодня же. Ссылочку оставлю в описании на этот ролик. Также напоминаю о том, что на неподдерживаемый компьютер можно установить все новые инсайдерские версии канала Dev. Для этого также ссылочку оставлю в описании, чтобы вы посмотрели ролик, как это делается. А также, если у вас в России не приходят какие-либо обновления на новую Windows 10, либо же на 11, то обязательно воспользуйтесь каким-нибудь VPN. Я пользуюсь WinScribe, хороший VPN, все работает и обновление вы можете получить. Включаете WinScribe, запускаете VPN, переходите в центр обновления и получаете все, что нужно. Ну, а теперь давайте к делу. Что же у нас нового вышло с этим обновлением? Из новшеств это настройка виджетов. Мы не все получили еще функцию расширения виджетов на весь экран, но нам уже дают другую. Как я и говорил выше, для узких кругов лиц. Итак, в этой сборке Microsoft разделила список виджетов и настройки, чтобы пользователям было проще взаимодействовать с каждым из этих разделов. Теперь для добавления виджетов на панель необходимо нажать на кнопку «плюс», так как для открытия настроек нужно нажать на изображение своего профиля в правом верхнем углу. Когда вы откроете раздел «настроек», то увидите три переключателя, связанных с поведением панели виджетов. Первое – это контроль. Будет ли открываться панель виджетов при наведении курсора мыши на кнопку на панели задач, либо же другим способом. Следующий – это контроль. Будут ли виджеты отображать иконки уведомлений на панели задач. Следующая кнопка – это будет ли панель задач показывать другой динамический контент помимо погоды. Следующий из обновлений, которое немаловажно, наверное, для тех, кто привык с панели задач включать диспетчера задач при нажатии правой кнопкой мыши, то теперь эту кнопку добавили. Теперь мы без проблем можем нажать правой кнопкой мыши в любом месте на панели задач и вызвать диспетчера задач. Честно, как и для меня, это очень важное изменение, потому что я задолбался каждый раз искать этот диспетчер задач. Реально стало тяжело. А так раз – и вызвали диспетчер задач. Проблема ноль. Также в этой сборке появилась экспериментальная реализация функции, позволяющая изменить порядок вывода значков в системном трее на панели задач. Сейчас эту функцию могут оценить только те инсайдеры, которым доступны другие изменения системного трея, появившись в сборке 25197. Со временем функция, конечно же, будет доступна всем и доработана. Также у нас была исправлена проблема, из-за которой не работала верхняя часть проводника, включая поле поиска и адресную строку, если проводник был запущен в полноэкранном режиме. Также теперь мы не можем удалять приложения зависимости. Например, такое приложение, как Steam и другие. Так, еще что я обнаружил с новым обновлением. Если мы здесь в поиске в параметрах введем архивация, то в дополнительных параметрах и приложениях мы сможем найти архивировать приложение, такую функцию. Эта функция нам позволяет высвобождать лишнее место на диске, а также высвобождение ресурсов интернета. Еще также я читал много статей, и там вроде бы писалось про обновленные приложения ножницы, shipping tool. Но, ребят, я скажу вам, что я не нашел здесь ничего нового. Возможно, это то же самое, что и с другими функциями, когда Microsoft только для узкого круга лиц выпускает обновление. Но если мы сделаем скриншот, то он у нас, по идее, должен сохраниться автоматически. Но, к сожалению, у нас ничего не сохраняется автоматически, по-прежнему надо нажимать кнопку. Возможно, это обновление также не для всех. Зато я нашел здесь в параметрах очень интересную функцию, не знали, пришло ли это с этим обновлением или нет. Но мы можем при нажатии кнопки Print Screen включить, чтобы у нас включались ножницы. Нажимаем кнопку Print Screen, и у нас вылазит приложение ножницы, и мы можем делать скриншоты. В принципе, с этим обновлением все. Конечно же, есть куча исправлений, куча доработок, но о них говорить нет смысла, потому что это скучно. Если вы хотите почитать полный список, ссылочку на него я оставлю в описании, на сайт Microsoft. Ну, а на этом все, ребята. Всего доброго. Ждем следующих обновлений от Microsoft. Продолжение следует...